Дмитрий Павленко 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 Слово гибко, как будто, потому что мужчина, мне кажется, больше приписывает, особенно если вот какую-то вот эту иерархию брать, условно, как люди становятся, ну, чаще всего, да, ты министром каким-то профильным, значит, ты был, возможно, вот это легендарная история, там, прошел отремонтник, там, какой-то на заводе, тут, 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 начальник управления, где у тебя были мужские коллективы и так далее, там про гибкость особо нет, там, через крепкое словцо и... Вы, кстати, вот немножко, мне кажется, лукавите в... Хотя, ладно, не лукавите, но вот эта гибкость какая-то. Вот эти кадры, которые лично на меня произвели впечатление, когда были рейды, вот эти, по проверке работы транспорта, утро, там, 6 утра, и вот эта фраза, я сейчас, ну, по памяти цитирую, пока Горбачева, значит, пока министр не приедет, не посмотрит, что, работать нормально не будете, ну, то есть, не всегда гибко. Или в этом и есть гибкость? В этом и есть гибкость. В любом случае, конечно, я не скажу, что я мягкий руководитель. Я прошла все ступени, как положено, наверное, до должности министра. Я благодарна очень Михаилу Вадимовичу за оказанное мне доверие. Я была сначала обыкновенным специалистом в другом регионе. Я прошла все, как необходимо, стадии, как бы, пополнения своего опыта. Поэтому я, наверное, не совсем мягкий руководитель, в большей степени требовательный, но и женщине в этом плане руководителю, работая в 80% в мужском коллективе, постоянно приходится самоутверждаться. То есть тут нельзя показывать слабость. Коллектив должен тебе доверять, должен быть уверен в том, что он под защитой, что решение руководителя всегда является приоритетным. Он должен понимать, что руководитель всегда спиной за свой коллектив может постоять. То есть здесь это тоже очень важно. Но и в моей отрасли нельзя расслабляться, потому что она работает 24 часа в сутки. Мы уникальный край, в котором есть все виды транспорта. Речной, морской, авиация, ЖД, пассажирский транспорт, дороги. Мы работаем 24 часа в сутки. А закончился один вид перевозки, тут же начинается другой. Это бесконечный процесс. То есть здесь нельзя на минуту дать какое-то послабление. Как бывает, действительно, вот этот круглосуточный режим, что случаются ли звонки среди ночи, какие-то проблемы, что-то экстренное. Потому что, опять-таки, и 24 на 7, и не надо забывать, что еще и Москва, которая по своему графику существует. Я никогда не отключаю телефон. Все мои сотрудники знают, они, наверное, от этого страдают. Я считаю, что руководителю нужно. И у каждого человека есть возможность звониться в любое время, потому что рад же, новорода бывают проблемы. Тем более, как я вам и говорила, что пассажирский транспорт, он работает и в ночное время, и ситуации бывают разные. Мне звонят в любое время, при любых сложившихся обстоятельствах. Что бы ни было на дороге, либо что-то случилось, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация. Я всегда говорю, не надо ждать утра и ждать, когда я проснусь, либо еще что-то информация всегда поступает оперативно. Я подключена ко всем горячим линиям, которые у нас есть в министерстве, в том числе и к дорожным ситуационным центрам, которые нами созданы. Вы знаете, мы в этом году после первого циклона декабрьского, когда выпало за сутки больше месячной нормы осадки, мы весь транспорт, который у нас работает на дорогах, подключили к системе ГЛОНАСС. Сейчас мы видим всю дорожную технику, где она убирает, в каком районе города, в каком районе всего края, то есть в любом самом отдаленном населенном пункте. Конечно, есть перебои где-то сотовой связи, но в любом случае, когда транспорт опять появляется, дорожная техника, мы видим его на треке. Здесь нельзя сказать, что режим работы у меня 8-часовой рабочий день. Это очень сложно. С этим никто не спорит. У меня два момента сейчас, которые хочется обсуждать. Первый, больше, знаете, такое наблюдение в силу того, что мы здесь вообще в этих студиях обсуждаем, какие люди к нам приходят. И как-то пару лет, наверное, это началось первый раз, я пару лет назад, по-моему, это услышал, от политолога, политконсультанта Алексея Ситникова, такой достаточно известный человек в стране. И он тогда уже говорил о том, что в стране появляется вот такой запрос на женские образы в политике, на вот эту, ту самую, на гибкий контроль какой-то. И вот сейчас, и после пандемии, кстати, вот сегодня первый раз, я вот, наверное, после, как будто вот сейчас отменяют ограничения. Вот уже под занавес до пандемии, и во время пандемии, что тоже многие говорили о том, что когда мы, когда это все закончится, у людей будет ощущение и желание вот этой заботы какой-то, и очень не хватает. Но, естественно, и фраз, пока Горбачева не приедет, еще работать не начать, тоже от них отказываться, конечно же, не надо. Край действительно у нас, огромный край. Еще со школы помню, что там сколько там, 7 в Франции там, не знаю, 8 в 11 в Японии, что-то там такое, такими масштабами здесь мыслим. Вот этот протяженность и масштаб, на ваш взгляд, это счастье или проклятие для министра транспорта? Я считаю, что это счастье, потому что основной задачей и основным поручением, наверное, Михаила Владимировича, который он дал распоряжение в 12-15 в конце декабря, мы должны в любую точку нашего любимого края заехать за 4 часа. Конечно же, дороги требуют сейчас максимального внимания, и действительно у нас по протяженности дорог и вообще край один из наиболее больших, и здесь мы уделяем самое большое внимание. В крае есть что развивать, здесь хочется развивать, здесь хочется, чтобы пришли самые новые, самые лучшие технологии, чтобы мы в этом году, вы знаете, и в прошлом году очень много уделяли вопросу безопасности дорожного движения. Мы поставили, и мы, и город Хабаровск потом попробовал, поставили проекционные светофоры. Мы поменяли автобусные остановки, начали замену автобусных павильонов. Это тоже немаловажно для людей. Очень большое внимание уделили пешеходным переходам возле учебных учреждений, детских, дошкольных. Мы продолжим эту работу в этом году. Конечно, все самое лучшее хочется провести в Хабаровский край. По поводу безопасности, безусловно, важно. Я просто понял, что у меня действительно больше становится, год от года становится все больше и больше, так называемых, лежачих, полицейских. Искусственных неровностей. Я все чаще замечаю, что у меня скрипят колодки в автомобиле. Чем лучше дорога, чем качественные покрытия, тем больше хочется разогнаться, почувствовать скорость. И потом, я имею в виду, что когда ты проезжаешь, и начинается скрип. Но это и хорошо, потому что, конечно, безопасность превыше всего. И, опять-таки, безопасность. Безопасные и качественные автомобильные дороги. БКД. НАТПРОЕКТ. Или БКД, как его сокращенно еще называют. НАТПРОЕКТ и федеральное финансирование. Не могу не обойти эту тему. Все мы смотрим новости. Внешнеполитическая ситуация первоочередная на повестке. Много говорят о возможных. О возможном подорожании продуктов, товаров. Дефицит какой-то техники. В силу, ну, действительно, границы закрыты. Торговые какие-то коридоры закрыты. Доллар скакнул. Закупочные цены выросли. В общем, такая нестабильность. Какая-то экономическая она присутствует. В связи с этим вопрос. Большие ведь планы на ремонт дорог. Будет ли все это исполнено? Будет ли все, что запланировано, собственно, выполнено? Ну, нам здесь не о чем беспокоиться. Мы в прошлом году. Национальный проект безопасной и качественной дороги будет профинансирован 100%. У нас еще в прошлом году начали заключаться контракты на ремонтные работы в 2022-2023 году. У нас в прошлом году были небольшие проблемы с учетом роста стоимости на битумные материалы, на вяжущие материалы. В этом году мы провели уже несколько, вы видели, если следите за моим инстаграмом, ряд и за инстаграмом Минтранса, ряд совещаний с крупными компаниями, поставщиками. Выработали общие решения. Мы сейчас будем перестраивать логистику с учетом сложившейся ситуации и необходимости. У нас достаточно количество инертных материалов. У нас имеется карьера на территории края. Мы используем данные материалы. Они достаточно высокого качества. Я надеюсь, что никакие сложности нам не помешают реализовать те проекты, которые есть. Каждый четверг мы проводим со всеми главами муниципальных образований, которые участвуют. Это Комсомольск, Хабаровск, Хабаровский район. Освещание у нас в обязательном порядке проходит по реализации БКД. Буквально вчера мы его провели. Присутствовали главы как раз. Все докладывают. Контракты ни у кого не сорваны. Мы уже контрактуемся на 2023 год. Охотно контрактуются легко ли сейчас? Сложно. У всех достаточно. Есть, как вы говорите, определенное беспокойство. Но для этого созданы комиссии при губернаторе Хабаровского края Михаила Владимировича, который будет следить за экономической ситуацией и оказывать необходимую помощь. Кстати, действительно, вот это денежный вопрос. Все-таки государство, как многие называют, такая гибридная экономика, есть одновременно и государственные компании, но, тем не менее, бизнес-то развивается. И, в том числе, на привлечение каких-то социально важных услуг, сервисов, что люди должны получать, особенно в сфере транспорта. Заходит бизнес, а бизнес, ну, он действует из позиции, очень понятно, логично. Ну, что я с этого получу, сколько это стоит. Застрахуйте мои риски, друзья, в конце концов. Очень сложный вопрос речных перевозок, когда несколько, ну, край, опять-таки, действительно, непростой. Наводнение. Наводнение, закрыта навигация, просто пароходы, там, теплоходы стоят. Вот. Но в этом году, вот, насколько я знаю, пришла, буквально на днях появилась информация, что, да, единственный, к сожалению, участник закупки, амурские пассажирские перевозки в Хабаровске, все, зашел в контракт, выиграл его и получил еще и аванс. Причем аванс раньше, это было, там, порядка 5%, а сейчас, если общая сумма, да, то есть... Да, в этом году Михаил Владимирович сказал, ни одна программа социальная не будет нами нарушена. Мы еще в прошлом году начали контрактацию по речным перевозкам. Все перевозки начнут работать с 1 мая, как и положено. Действительно, мы в этом году выплатили и авансовую сумму предварительно, чтобы... 12 миллионов, но обычно это не бывает, да. Конечно, весь, вот сейчас, в то время, когда флот нужно готовить. То есть это не говорит о том, что корабли стоят где-то, их надо обновить, нужно провести регламентные работы, нужно обновить салонию, то есть вот все привести к технической готовности судов. Буквально в конце месяца мы будем делать первую проверку готовности флота. В настоящий момент у нас еще будет разыгрываться направление скоростной линии Комсомольск-Благородская-Николаевск. Там были небольшие проблемы с контрактацией, но я думаю, что в установленной сроке мы все эти вопросы закроем. И в этом году на речные перевозки выделено порядка 135 миллионов. Это значительная сумма для 4 месяцев навигации. Да, но, знаете, мне очень хочется надеяться, что в ближайшее время эти суммы будут, либо не так, чтобы увеличено, суммы, которые вообще в этой отрасли крутятся, они будут в разы больше. И не потому, что девальвация и рубль подешевела, а просто потому, что, ну, опять-таки, много сейчас говорится на уровне и федерации, и региона. Ну, Амур, как говорится, река жизни, да, и река туризма, и денежный поток в том числе. Естественно, и флот требует обновления. Мы участвуем, в прошлом году подавали документы на замену флота, мы разрабатываем целую программу, чтобы обновить флот. Конечно, это туристическая составляющая. У нас достаточно сильные есть речные перевозчики, которые готовы рассматривать ситуацию. С одним из перевозчиков, с многими компаниями, мы работали даже с Санкт-Петербургским институтом по поводу как раз той темы, как обойти ситуацию с подъемом уровня воды. Есть определенные, как бы, приспособления речные, которые устанавливаются на берегу с возможностью швырхтовать судно при любой уровне воды. Мы разрабатываем сейчас и эту тему. Будем следить за этим, когда появится обязательно. Обсудим в любом случае, потому что вода, особенно с 2013 года, это отдельная тема. Нам бы хотелось, чтобы пассажиров стало больше. Навигация и людей, конечно, становится с каждым годом для перевозки мало. Да, и это естественные причины отчасти, которые не будем. Сегодня у нас немножко предпраздничный эфир. Хочется, что-то хорошее. И, кстати, хорошая новость. Если что-то не меняется в условиях, что-то остается неизменным в условиях турбулентности, турбулентности, это замечательно. Субсидирование авиаперевозок. Здесь тоже все в порядке, все остается. Вот эта транспортная доступность и внутри региона, и региона относительно, в принципе, всей страны, все по-прежнему. Да, мы не будем верить всем фейкам, которые распространяются сейчас в соцсетях. Все программы подтверждены финансированием. Ни с одной программы деньги не сняты. Более того, мы в этом году увеличиваем частоту рейсов. У нас есть возможность лавировать этой ситуацией, потому что у нас растет потребность на рейсы на Охозск, на Николаевск в сезон, особенно с июля по октябрь. Здесь мы будем достаточно гибкие. Но мы уже заложили на 111 рейсов больше, чем в 2021 году. Мы подали федеральную программу на субсидирование точно так же местных авиалиний. Мы очень рассчитываем о том, что данный документ будет принят на уровне федерации. Мы хотим запустить регулярные маршруты и Хабаровск-Комсомольск два раза в неделю. Вот у меня, знаете, хочется еще такое пожелание, не знаю, может быть оно исполнимо, но сейчас же у нас и льготные авиаперевозки, субсидируемые в рамках региона, они для, вот условно, Хабаровско-Охотска – это для жителей Охотска. Честно, когда мы в этой студии в том числе обсуждаем, насколько красив Хабаровский край, где у нас там на северах, ну, то есть какие пейзажи и прочее, прочее, там, расхожая, конечно, фраза, но Камчатка обзавидуется, та же самая. Но я, ну, слушайте, ну я, ну я не могу, мне не так доступно, вот хочется, чтобы я, житель Хабаров, мог бы слетать в Охотска. Конечно. Насколько это реально? Мы будем к этому стремиться, очень стремиться, потому что если нам сейчас, как я уже сказала, помогут немного с федеральным финансированием в части компенсации, в части затрат, мы сможем расширять и количество льгот для проезда для жителей именно Хабаровского края. Возникает даже другой вопрос, мне много писали в Инстаграм, когда, например, девушка, либо молодой человек обращается к таким вопросам. Я 16 лет прожила в Охотске, но теперь не имею постоянной прописки и не могу, к примеру, воспользоваться льготным билетом. Тут тоже такой вопрос спорный, конечно, хочется, чтобы каждый человек смог побывать в любой точке Хабаровского края. Нам есть что смотреть, и мы, есть предварительный расчет, какое необходимо количество денежных средств, но вот все будет зависеть от того, насколько федерация поможет регионам, не только Хабаровскому краю. Этот проект будет рассчитан на все субъекты ДФО, то есть здесь мы тоже будем пересматривать в сторону увеличения. И Михаил Владимирович дает такие поручения, то есть мы работаем над этим. Конечно же, но сейчас это значительно большие суммы. Следует отметить, что в целом на авиацию на Хабаровский край, в Хабаровском крае, тратится в год более миллиарда рублей. Мне вот по поводу вашего сообщения, которое сейчас в директ вам прилетело, я так понимаю, по поводу, да, 16 лет прожила в Охотске. Ну, потом куда-то человек уехал, да. Потом, да, это нормально, и обычная ситуация, действительно, это там, условно, человека, сейчас Хабаровская прописка, все здорово, ну, это понятно все, но там родственник, там еще что. Я сейчас подумал, что транспортная доступность, это в первую очередь про доступность, а не про транспорт. То есть ощущение того, что и люди, которые в Охотске, они смогут, там, эту девушку увидеть, они чувствуют, что они на одной территории, что они часть чего-то, это очень, да, действительно важно. Даже если вдруг я не буду пользоваться, возможно, у меня будет ощущение доступности, ощущение, что все. Я когда, ну, больше уже 15 лет назад пришла в транспорт работать, один из корреспондентов спросил меня, а вот что, какая основная задача транспорта, что вы в этом видите? Знаете, я долго сидела и думала для себя, и решила, вот, знаете, основная задача, ну, что транспорт, что дороги, что авиация, наверное, сделать людей ближе к друг другу. Вот как только мы сделаем возможность быть каждому человеку ближе к друг другу, конечно, задача будет выполнена полностью. Ирина Анатольевна, я не смею задавать вопросы нам дальше, на этой ноте, прекрасная мысль, мне кажется, вот с такой позиции, вот, министр транспорта и должен подходить к, да, любой человек, вот с такой, да. То, что ты делаешь, это не то, что вот ты вот ровно руками и сейчас, а то, к чему ты стремишься, и какую-то ценность какую несешь, да, и каким целям идешь. Спасибо большое, еще раз, Ирина Анатольевна, поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Это непростое, турбулентное время, да, хочется пожелать вам спокойствия и сил терпения, работы много, работа непростая, в общем, держитесь. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы. Спасибо большое, напомню, друзья, сегодня в гостях у нас была министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, еще раз печатаю, единственный в стране региональный министр в этой сфере Ирина Горбачева. Спасибо большое, всего доброго. Друзья, это был проект «Смотри Хабаровск», подписывайтесь на наш инстаграм, каково.тв, если что-то пропустили. Смотрите этот эфир в нашем YouTube-канале, смотрите нас в Routube, смотрите нас на нашем сайте хабаровск.тв.ру. В общем, на всех доступных площадках мы тоже стараемся быть ближе друг к другу. Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь, всего доброго. Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь.